На 45-й день рождения Зеленского ждет большой подарок. Украина вот-вот получит более 30 танков М1 Абрамс от армии США. Это целый батальон наших наиболее технологичных танков. Мы обещали, что никогда не пошлем их Украине. Теперь посылаем. Вот Джо Байтон. Сегодня я объявляю, что США отправят 31 танк Абрамс на Украину. Это равноценно одному украинскому батальону. Министр Остин порекомендовал этот шаг, потому что это повысит возможности Украины защитить свою территорию и достичь своих стратегических целей. Германия, Польша и Великобритания тоже посылают танки на Украину. Что происходит? На заседании Совета Европы министр иностранных дел Германии мельком упомянула, что НАТО, по сути, объявила войну России. Вот Аналена Бербок объясняет, что Третья мировая уже идет. Я уже говорила это раньше. Да, нам нужно делать больше для защиты Украины. Да, нам нужно делать больше в плане танков. Но что важнее всего, и это ключевая часть, мы должны делать это вместе, а не сваливать вину друг на друга в Европе. Потому что мы воюем с Россией, а не друг с другом. Настоящий босс. Не хочется проводить дешевые исторические аналогии, но так как наша идиотская элита представляет этот конфликт как переигровку Второй мировой, отметим, что Германия давно не отправляла танки на Украину. Возможно, сейчас это тоже не сработает. Но это то, что очевидно планирует НАТО. Как говорят многочисленные чиновники Байдена, цель вернуть Крым. Погодите-ка. Вначале они говорили, давайте просто отбросим Россию границам до февраля 22-го. Это всем казалось разумным, в том числе и нам. Но отобрать российский Крым у России это важнейший порт. Россия много раз говорила вполне убедительно, что это приведет к ядерной войне. Но таков новый план, кто за него голосовал, это точно безумие. И мы поручаем это одному из самых коррумпированных правительств мира. Несколько украинских чиновников, включая заместителя министра обороны и прокурора, ушли в отставку, они слишком коррумпированы даже для Зеленского. Откуда взялись все эти деньги? В этой стране военные действия, уже почти год деньги идут от нас, потому что Конгресс никогда не проводил аудит миллиардов для Украины. Это безумие, но похоже в Вашингтоне никому нет дела. Мы не хотим придираться к бывшему директору ЦРУ Майку Помпео. Но трудно не ответить на это. Вот Помпео говорит вам, что вы морально обязаны дать Зеленскому все, что он хочет. Нам нужно помогать Америке. И помогать Америке значит помогать суверенной стране, готовой защищаться от атак, в которых Владимир Путин убивает гражданских. Это в интересах нашей экономики, нашей безопасности. Нам нужно делать все, о чем попросят нас украинцы. Хорошо. Мы должны делать все, о чем просят нас самое коррумпированное правительство в Европе, потому что это хорошо для Америки. Правда, это самое важное для Америки. Мы не хотим оскорблять бедного Майка Помпео. Но вы серьезно? Как насчет армии наркозомби, курящих фентанил в любом большом городе? Как насчет этого? Вот Сан-Франциско сегодня. Эй, бро, убери это дерьмо, здесь дети ходят. Ты что, правда колешь это себе в шею, бро? Ты чокнутый. Хватит, чувак. Что ты делаешь? Хватит, чувак, здесь дети вокруг. Тебе не следует делать это, бро. Давай, тебе надо уйти отсюда. Я серьезно, иди в другое место. Ты прямо перед Старбаксом. Ты колешь себе дозу перед Старбаксом, бро. В списке, как помочь Америке, этот пункт мог бы стоять выше, чем отправка денег Зеленскому. Также, раз уж вы так хотите помочь Америке, вы могли бы сделать что-нибудь с нашей южной границей, которую буквально захлестнули иностранцы, миллионы которых направляют в нашу страну мексиканские наркокартели. Но для Вашингтона это не главное. Самое важное, отправлять Украине все необходимое, чтобы вернуть Крым. Мы пригласили Помпео на шоу, конечно, он отказался. Так что мы позвали Клинта Эрлиха, настоящего эксперта по внешней политике. Клинт, спасибо, что присоединился. Два очевидных повода для беспокойства. Первый, это эскалация в поставках, дойдет до самолетов и ядерного оружия. И второй, новая миссия, новый план, это взятие российского Крыма, что приведет к ядерной войне. Тебя это беспокоит? Меня это очень беспокоит, Такер, и я думаю, что второй повод, новая миссия, намного серьезнее. Здесь есть несоответствие между средствами и целями, которые предложила администрация Байдена. Они говорят о возвращении Крыма, но 31 танка Абрамс недостаточно, чтобы сделать это, так что после их провала очевидно, что они пошлют больше танков и боеприпасов. И это только прелюдия к началу неограниченных поставок американского оружия, предназначенного для возврата территории, которую Россия будет защищать ядерным оружием. Это какое-то сумасшествие, ведь Крым под контролем России так было почти всегда. Ни у кого не возникало идеи воевать с Россией за Крым, как часть Украины. Чем он не является? Обама был против этого, все президенты были против этого безумия. Когда это стало новой целью? Знаешь, до конфликта Россия говорила, что наша цель — помочь Украине вернуть Крым. Мы всегда отрицали это, но как только начался конфликт, внезапно цель изменилась. Так как украинцы хорошие парни, мы поддержим любые их действия, даже если американцы, да и весь мир окажутся в опасности. Россия провела там красную линию и пригрозила использовать ядерное оружие. И по моей оценке, они не блефуют. Итак, России необходимо иметь базу в Крыму. Точка, чтобы быть жизнеспособной страной. Ты хоть немного сомневаешься в серьезности их ответа самым крайним способом, если мы поддержим атаку на Крым? Нет, и важно понимать, что это не только геополитический интерес России, но и политический интерес президента Владимира Путина. Возвращение Крыма было вершиной его достижений как лидера. Я думаю, что его правительство не смогло бы пережить его потерю. Так что те же люди, которые говорят нам, что Путин сумасшедший и сделает все, чтобы сохранить власть, они же пытаются загнать его в угол, где единственным его спасением будет применение ядерного оружия. Это безумие. Большинство американцев не имеют об этом понятия. Все республиканцы согласны с этим. Это плохо. Клинт, рад был тебя видеть. Спасибо. Спасибо за приглашение.